а расскажите немного о тех темах которыми вы занимаетесь института исторической эстонский институт исторической памяти был основан 2008 году а до этого он был основан то есть это как продолжение комиссии я точно не могу сказать официальное название которое было собрано созвано в девяносто восьмом году по изучению как раз преступлений против человечности на территории эстонии во время советской немецкой оккупаций и чем как раз наш институт занимается он занимается исследовательской работы то есть 2009 году мы выпустили два больших сборника как раз отчет о тех преступлениях которые были на территории эстонии во время этих оккупаций и до сих пор занимаемся исследовательской работой так например сейчас мы создаем онлайн базу данных всех тех людей которые были репрессированы также 23 августа этого года мы в таллине открываем мемориал посвященный как раз жертвам коммунизма и там будут высечены как раз имена 27 тысяч человек которые пострадали в том плане это пострадали то есть они погибли от этих репрессий и помимо всего этого мы занимаемся еще просветительской образовательной работой и здесь самая большая часть это как раз вот этот наш портал устной истории кого мелугу где мы можно посмотреть на у нас портал на трех языках на эстонском английском русском где мы выкладываем как раз интервью и на основе их сделаны короткие видео истории с людьми которые пострадали при советской нацистской оккупации и также на основе этих видео истории интервью мы делаем документальные фильмы которые там же можно посмотреть а также мы создаем учебные материалы которые можно совместно с этими видео историями использовать например на уроках истории вы сами заговорили за уроки истории до расскажите немножко взаимодействие с учителями что учителям интересно что детям интересно из ваших наработок но что дети интересно это очень сложно рассказать потому что мы если мы с кем-то работаем это больше учителям с учителами мы для них я сделаем как это не будь семинари или тренинг тренинги но это в принципе мы узнали что для преподавателя теле и очень интересно как эти материалы такие интерактивные что просто не им не должно что все эти все эти материалы уже так и так и готовы но просто что то что возможно использовать на уроках что сделает эти уроки такие интересные это какие-то презентации или фильмы что это может быть но когда мы разговариваем об нашей об этом портале но у нас эти фильмы это видеоматериал у нас такие короткие 5-10 минут видео истории и но это в принципе мы их но мы с ними работаем и как эти видео истории на уроках использовать я так понимаю что наверное рассказывать трагические моменты в истории своей страны это но это умение да и определенные формы должны использоваться наверняка возможно вы можете рассказать об этом как именно трагические моменты да если это войны революции как об этом говорить доступно и как сделать так чтобы детям это было интересно ну и я думаю в начале что как раз является основанием для того чтобы говорить как раз о трагических моментах в том ключе что это трагика в основном выражается на личном уровне и в этом плане это касается каждого почему и такой формат как видео истории интервью личная история очень хорош он как раз хорош тем что когда ты смотришь и такую историю человек как раз говорит о своей судьбе которая была поломана из-за каких-то исторических больших событий то обязательно например у меня возникают как раз параллели с самим собой то есть чтобы я бы делал на его месте или как бы я себя чувствовал насколько меня бы это затронул и в этом плане конечно же тут необходим вот этот вот можно сказать общенациональный консенсус как например и в украине после известных событий как раз начали по-другому смотреть на советское прошлое то есть когда есть вот это вот общее может быть и не до конца не сто процентов понимание что надо на это все-таки другом ключе смотреть и особенно на такие события которых умалчивали или такие события которые герри героизировали то тогда на основе этом можно и заниматься этими вещами делать такие интервью и тогда те люди которым есть что рассказать они как-то может быть немного больше откроются и они хотели бы об этом тоже рассказать и конечно же когда и интервью делаешь эта тематика например на нашем опыте что мы делаем интервью конечно же в основном с пожилыми людьми то есть те например кого депортировали ли в сорок первом году или 25 марта сорок девятого года опять была большая волна депортации то и эти люди уже если они уже уходят от нас в мир иной и когда они уйдут то уже тех свидетелей тех событий уже не будет интервью это опять же вот это вот личная перспектива потому что в основном те люди о чем они рассказывают что с ними в детстве произошло и как они об этом рассказывают как они себя чувствуют в настоящее время конечно ты понимаешь что наши проблемы которые мы порой испытываем настоящее время они вообще пусты и потому что большинство этих людей если посмотреть интервью они как-то это пережили они как-то поэтому более философски относятся а походы в музеи я имею ввиду школьные это не устаревший способ показывать и говорить об истории вот в таком законсервированном виде как вы считаете но я думаю что это очень важно сказать как и музей если такие старые музыки просто не какие-то письма на где-то на клето и просто там ничего не происходит но детям это не нравится если сделать такие музыки которые интерактивные которые общаются с ними на их языке и в этом виду к этой который им нравится там просто я думаю что это это очень здорово то есть нам как кажется о чем мы пишем как раз в материалах которые мы представим завтра на ад кемпе в рамках нашего мастер-класса то есть вот эти видео истории использование их например на уроке истории это хорошо это полезно это очень важно но опять же это является дополнением к тем методом обучение который уже существует но никак не является заменой их то же самое и с музеем то же самое иск с какими-то текстами то есть тут конечно же надо это все делать очень разнопланово и такого нет что какие-то цифровые технологии они возьмут и все перемнут подомнут под себя потому что текст и такое критическое мышление она вырабатывается и другими способами но сегодня в украине не все музеи настолько открыты насколько хотелось бы но я знаю что европейские музеи вот возможно в таллине есть такие они пытаются быть настолько открытыми чтобы какие-то экспозиции можно было потрогать руками да и что это очень классно для детей да когда они пробуют историю на ощупь возможно есть в эстонии такие не только в таллине музеи ну как к этому и вот этот главный тренд это к этому идет и тут важно и понимать что надо это уметь делать потому что можно получить финансирование можно обновить все но если как раз вот этот вот подход остается тот же самый какой-то текстово фотографичный то получается ну да сделали обновили а в чем получается смысл потому что же обучение такое также как и наша история почему у свои видео форматы почему мы эти видео истории интервью делаем как раз так же как и сейчас сейчас мы сидим с микрофоном со светом с двумя камерами чтобы это было красиво смотреть тоже то есть это немаловажно мы говорим об истории мы говорим о личной судьбе но также важные важные то как мы это преподносим чтобы как раз какую-то альтернативу передавать предлагать тому что уже есть так сказать на нашем рынке внимание потому что в мире сейчас столько вещей на которые можно обратить внимание как нам сделать так чтобы люди помнили о прошлом помнили о том откуда они и что не всегда все было так хорошо как сейчас и